Здравствуйте! Новости Москва-Баку. У Шаков, может быть, будет время для организации небольших кратких двусторонних контактов, в том числе уже согласованные переговоры с временно исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Махбером. Отметим, что в последний раз Путин и Алиев проводили встречу в Кремле 22 апреля. Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера нового поколения «Зангелан», построенного на Бакинском судостроительном заводе. Ильхам Алиев разрезал символическую красную ленту, а затем поднялся в кабину и дал первый гудок, таким образом запустив полноценную работу танкера. «Зангелан» — четвертый танкер азербайджанского производства. Длина танкера нового поколения составляет 141 метр, ширина — почти 17 метров и высота — 6. Танкер имеет 6 грузовых резервуаров и способен двигаться со скоростью 10 узлов в час. Его экипаж состоит из 15 человек. Технические показатели судна, в частности, осадка в воде, позволяют ему заходить в относительно мелководные порты Каспийского бассейна и перевозить грузы за пределами Каспия с максимальной грузоподъемностью. Он будет эксплуатироваться в водах Каспия и за его пределами. В отличие от ранее введенных в эксплуатацию танкеров Лачин и Кельбаджар, «Зангелан» будет перевозить как нефть, так и химическую продукцию. На заводе планируется построить еще три танкера такого же типа. Возвращение армян в Карабах тесно связано с вопросом возвращения азербайджанцев в «Зангизур», откуда азербайджанцы были жестоко депортированы армянами в 1988-1991 годах. Об этом президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев заявил накануне на встрече с канадским послом Кевином Гамильтоном в ответ на слова посла о праве на возвращение армян в Карабах. Алиев подчеркнул, что право на возвращение должно быть обеспечено обоюдно, в том числе им должно касаться представителей общины Западного Азербайджана. В этом контексте Алиев отметил, что в прошлом веке коренное азербайджанское население на различных этапах, последний раз в 1988 году подверглось этнической чистке на территории Армении, а его материально-культурное наследие было полностью разрушено. Добавим, что азербайджанцы, изгнанные из территории Армении 30 лет назад, создали общину Западного Азербайджана. Периодические представители общины направляют официальные запросы к руководству Армении, в том числе премьеру Николу Пашиняну с предложением начать процесс возвращения на их исторические земли. По их словам, если поднимается вопрос возвращения армян в Карабах, то справедливо было бы, чтобы азербайджанцы тоже вернулись в Армению. Между тем, в 2023 году, после перехода Карабаха под полный контроль Азербайджана, власти представили план реинтеграции армян Карабаха. По нему жителям Карабаха гарантируют безопасность, равенство прав и свобод, в частности, вероисповедание, а также возможность сохранения и развития своей культуры, этнокультурных особенностей, в том числе, возможность использования армянского языка. Вместе с тем, говоря о мире на Южном Кавказе, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что именно сейчас есть исключительная возможность заключить мирное соглашение между Баку и Ереваном. По его словам, мир создаст в регионе огромные возможности с точки зрения экономических связей, экономического роста, налаживания связей между странами на востоке и на западе, на юге и на севере. Азербайджанские военные в освобожденном от оккупации городе Хаджалы снова нашли большое количество боеприпасов, принадлежавших незаконным армянским вооруженным формированиям. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, в ходе проведения инженерной разведки на территории Карабахского региона было найдено значительное количество ящиков с боеприпасами и артиллерийскими снарядами. Саперы обезвредили и конфисковали все боеприпасы. Продолжение следует... В Минобороны Азербайджана также отметили, что на освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов. Ранее азербайджанские силовики провели рейды и нашли тайники сепаратистов с оружием в Ханкинде и Хаджалы, а также в Кельбаджарском и Лачинском районах. Сегодня Следственный комитет Армении раскрыл новые подробности дела, связанного с конфискацией служебного автомобиля бывшего лидера карабахских сепаратистов Самвела Шахраманяна. По данным ведомства, автомобиль был конфискован в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. В рамках уголовного производства, инициированного в Следственном отделе административных районов Кентрон и Норкмараш Ереванского управления Следственного комитета по статьям, касающимся оборота наркотиков, конфискован автомобиль Toyota Camry и доставлен на спецплощадку. 21 июня спецназ МВД Армении провел операцию на территории представительства армянских сепаратистов Карабаха в Ереване. Сначала силовики взломали ворота, а затем вывезли на эвакуаторе служебный автомобиль бывшего главы самораспустившийся Нагорно-Карабахской республики Самвела Шахраманяна. Представитель Следственного комитета Армении на вопросы журналистов заявил, что машина изъята в рамках уголовного производства, но тогда не стал раскрывать подробности. При этом адвокат Шахраманяна пожаловался, что им не было предъявлено постановление суда об изъятии автомобиля. Напомним, в конце мая Следственный комитет Армении заявил о задержании ряда карабахских сепаратистов. Так был задержан, занимавший должность во время оккупации азербайджанских территорий, экс-мэр армянского сепаратистского режима в Ханкинди, Давид Саркисян и еще три человека. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и присвоении четырех машин. Власть Армении неоднократно заявляли, что бывшие сепаратисты Карабаха пытаются заложить бомбу под государственной страны и предупредили, что каждому, кто будет вести политическую деятельность, а также выходить на некие акции, будет доходчиво объяснено в частном порядке. Сегодня в Грузии разбился военный истребитель Су-25 во время плановых учений. Министерство обороны страны подтвердило информацию о крушении самолета и гибели пилота Кахабера Зурабашвили. Во время одного из плановых военных учений, в который был включен авиационный компонент, один из принадлежащих силам обороны летательных аппаратов потерпел катастрофу. Также ведомство распространило первые кадры крушения штурмовика. По данным Минобороны Грузии, причин крушения может быть несколько, в том числе и человеческий фактор. Соответствующие службы оборонного ведомства уже приступили к изучению причин катастрофы. Еще больше информации читайте на нашем сайте Москва Бакум. Ссылка в описании под этим видео.